Так, продолжаем урок, россияне. Забейте в интернете, как выглядят монеты Золотой Орды. И посмотрите, какой там герб. Так что даже двуглавый орёл не ваш. Не колобок, а колебек. Колебек. Оказывается, колобок это колебек. Босой, босяк, от казахского слова бос, аяк. Переводится как без обуви. Боссяк, бос, аяк. Бос, аяк. Как они обращаются к незнакомой женщине? Женщина. А у нас апа, апке, тете, карендас, бойжеткен, ага, досым. Богатейший тюркский язык. Я перечисла. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь слов вместо женщины. Городище в Таразе раскопали. Там канали... Ой, как вы ходите по этим каналам, по стримам? Мы казахов научили. Вы... Вы сами непонятно куда ссыте. В подъезде, в лифте. А уж когда к унитазу подходите, вы в него не попадаете. Вот слушайте, городище в Таразе раскопали. Там канализация, бани. Красный, жженый кирпич, вылитый с орнаментом. Таразу больше двух тысяч лет. Вот я даже боюсь спрашивать, куда вы ссали, когда Москва была основана. Слово батя от хана Батыя. Батыя значит батя. Батыя. Деньги от тенге. Мой дедушка носил нижнюю одежду только из белого материала. Вот это интересно. Бабушка каждый раз стирала вручную белоснежный, без пятен. Память о детстве. Дедушка 1905 года рождения. Вот я абсолютно уверена, что ни один из вас не представляет себе казаха. Вот именно, что вот как написано. Белоснежное белье. Нет у вас дедушек ни 1905, ни 1925, ни 1945 с белоснежным бельем. Нет, россияне. Не надо мне писать ерунду. В городе Туркестан. Древняя восточная баня. 16 век. 16. Я думаю, что вот это все, что писано, там даже Европа рядом не стояла. Какая Московия. Система канализации, где была сушка для волос, откуда шел теплый воздух. Фен. 16 век. Система канализации и сушка для волос. Вилка. Илги. Ложка. Улески. Кастрюля. Кастрилу. Люстра. Устри. Улестеру. Шкаф. Ишкап. Ишкап. Действительно, такое вот... Я вот вижу теперь эти слова. Они просто вот все слова, которые мы используем, это тюркские слова. Тарелка. Таралу. Печь. Пис. Жилет. Жилы. Ту. Жилы. Ту. Костюм. Костым. Каим. Чулок. Шулык. Даже чулки были тюркские слова. Даже чулки. Они же не только слова тюркские, да, россияне. Это они же еще вам это дали. Ну, грубо говоря, принесли вот на тарелочке. Сказали, наберите, носите. Вот так это надо носить. Вот так это нужно надевать. Капетки. То же самое, как мешок. К телу накидка. Куртка. Курытки. А я знаю 13 ата. Это 13 поколений своих дедов и прадедов. У нас Ленин, дедушка такой дебильный, стер все, что мы знали до революции. Саратов. Сары. Тау. Желтая гора. Тюмень. Темен. Низина. Оренбург. Оренбор. Местное место с известью. Или мелом. Прямой перевод. Нас с детства учили этому. У нас даже казах был ханом в Египте. Оренбург. У вас кто-нибудь царем был в Египте? Нет? Ну просто, может быть, там Петр Первый был царем в Египте? Нет? 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 Да у вас и царей-то своих не было, правда? Один украинский, другой золотой орды, третий немец. Правда? Ну ладно. У нас даже казах был ханом в Египте. Султан Бей Барыс. Понимаете, какие крутые казахи? Вау. Ну это круто. Представьте, поехать в Египет и в Египет и быть там султаном. Казахам запрещено брать в жены девушку ближе седьмого колена. Казаки за этим следят. Если хочешь, чтобы дети были здоровыми, умными. Это очень круто. Так. Да, также в Москве есть поклонная гора. Туда раком заползал Алекс Невский. Алекс Невский. А также в украинской мове есть тюркские слова. Например, Майдан, Рух. Рух, я не знаю, что такое Рух. Так. Казак означает крепкий, устойчивый. Татар значит гость. Тыва значит слава. Тула значит кожа. И все эти слова остались от древнетюркского языка. Даже слово сила от казахского силы. Деньги, уважаемые, могущественные. Деньги, теньги. Штаны нужны, чтобы верхом есть. Видите, они же штаны имели, у вас штанов не было, да? Они ездили наверхом. Вы верхом не ездили. Вы, наверное, там в санках катались, да? Так у них еще женщины ходили в брюках. Женщины ездили наверху, с детьми. Шиш – это стержень переводится. То есть шашлык, мясо, нанизанное на стержень. То есть шиш, когда мы покажем шиш, да? Не знаю, что значит знак этот, но шиш – это как палочка, да? Получается. Штаны и штен. Одежда до живота. Штаны и штен. Надо сказать и штен. То есть одежда до живота. Штаны и одежда до живота. Очень смешно. Сапоги. И чиги или этик. То есть ещё нужно было показать вам, что такое штаны, нужно было показать вам, что такое сапоги. Дальше. Самовар. Вот, пожалуйста. Самовар – русское слово. Самовар, самовар, самовар. Ага. Самоуырын. Самыр на казахском означает выделение пузырьков при кипении. Когда русские ходили в лаптях, мы, казахи, одевали кожаные сапоги и ездили на лошадях. Ну, это вообще такое разделение культуры и цивилизации. Телегу делали ремесленники из народа Теле-И. И стали называть Арба-Теле. С большими деревянными колёсами. Решение, вы даже колёса не придумали, да? Деревянные. Всё было, нужно было вам показать, разжевать, как, что. Алтай. Это Алты-Ай. Шесть месяцев. Дорога, наверное, занимает шесть месяцев. Казахи всегда были свободными. А русские всегда были крепостными. Всего сто лет, как отменили крепостное право. Да. Казахстан – это центр Золотой Орды. Все мавзолеи чингизидов стоят у нас в Центральном Казахстане. Жоши Джучи, Менгу Тимура, Жоны, Шингисханы и так далее. Я вообще не знаю ничего о мавзолеях чингизидов. Я даже не знаю, что такие мавзолеи есть. Так что я бы хотела посмотреть эти мавзолеи казахи. Да, это правда. Мы саки, мы гуны, мы тюрки, мы кипчаки, мы кайсаки, мы чингизиды. Быз казакпыз. Оренбург – это первая столица Казахстана. Рысьяне, вот видите, опять вы забрали чужой город. До сарафана Ора Стар носили панёвы. Это юбка-тряпка. Юбка-тряпка. Даже сарафан – тюркское слово. Русские до прихода Петра Первого разговаривали на кипчакском и на татарском диалектах. Слюна – это слекей. Ина – это игла. Бай. Бакуаты – богатый. Бакуаты – богатый. Ау-лау – ловить. Клеу – тлеть. Жир – это ши – жир. Жану – жечь. Сору – сосать. Мун – уныние. Кайда – куда.